Этот фильм посвящается первому походу на Ладогу моей внучке Екатерины. 2005 год. Ей, три года. И вот поход начинается. Сначала пешком до вокзала Филианского. Дальше электричка, всё новое, необычное вокруг люди. Поезд несётся вдаль. Впереди неизвестность. Но на маминых руках ничего не страшно. Вот прибыли на станцию Маганово. Здесь уже папа берёт на руки свою любимую дочку. И впереди длинный, длинный путь. Четыре с половиной километра пешком до базы в Кокарево. Где находится стоянка наших катеров Айхо и Одина. Папа, конечно, у нас сильный. Он умеет делать многое. И выносливый делает зарядку, поэтому ему тащить четыре с половиной километра Катюшу совсем не тяжело. А вот уже и причал. Катер Один раскрыт, и папа начинает готовить его к походу. А что же делает у нас Катюша? Катюша изучает всё новое. И она, естественно, проголодалась. Но тут попадается огурец. Хороший, вкусный огурец. Быстренько надо его съесть для того, чтобы набраться сил для похода. Всё уложено. Мама Оксана закрепила якоря. Дядя Андрей встал за штурвал. И мы в походе. Вот уже Один в канале. А на этих кадрах мы видим, как Айхо стоит в Волхове. Началась большая приборка. Волхов очень красивая река. Мы заправляемся здесь продуктами, свежим хлебом. И выходим по протоке в Ладогу, в Шурякскую губу. А оттуда до Костершинского мыса. И вот уже мы пришли. И первая вечерняя стоянка у костра. Утро, солнце, первое купание. Вода ещё прохладная. Поэтому Катюша не очень хочет купаться. А мама её закаляет. Если ходишь по Ладоге, должна терпеть ветер, холод. Но рядом, естественно, папа, который быстренько, значит, переносит Катюшу в лагерь. А здесь ветра нет, солнышко греет. Можно спрятаться в иглам и согреться на маминых руках. Ну, а папа, естественно, занят стройкой. Андрюша заготавливает столбы. И мы строим грибоварню. Она очень нам пригодится, когда пойдут грибы и ягоды. Самовар. Первое знакомство с Петрушей. Так зовут самовар. Но у него нет трубы. Нужно срочно каким-то образом сделать трубу. А тут такая интересная киянка. Дерианный молоток. И папа с дедушкой сделали этой киянкой трубу. Первые испытания новой трубы на самоваре Петруша. А здесь мы уже собрались в лес, на разведку. Там, говорят, пошла черника. Идем по неведомым дорожкам. Ищем следы неведомых зверей. Ну, где-то там попадается уже черника. И постепенно, значит, весь экипаж, который принимает участие в сборе черники, набирает эту красавицу, эту ягоду, это черное золото. Вот Андрюша принес свой бидончик. А ну, после того, как, естественно, черника собрана, ее надо перебирать. Андрюша герой. Он мужественно сам перебрал целый бидон. Но после того, как черника перебрана, ее нужно сварить. И вот уже папа в новой грибоварне сварил чернику, а мама нашарила блинов. И дальше начинается вечернее пиршество. Горит керосиновая лампа, летучая мышь, блины, пенка черничная. Как интересно покормить Андрюшу этой пенкой. Мама даже удивилась. Ай, немножко вымазалась, но зато как вкусно. Утро папа сварил кашку. Кашка со свежей черничным вареньем. Что может быть вкуснее? Ну, не знаю. Пирожные даже не нужны. Рыба. Первая рыба. Окуни сверху. Дедушка показывает, как нужно чистить рыбу. Саша и Катя помогают дедушке чистить рыбу. Рыбу почистили, и она коптится в нашей коптильне. А тут все окуни уже съедены. Остались только плотва и густерка. Перекур. Дедушка, и что ты куришь? А не сплетешь ли ты мне, дедушка, корзинку? Ну, дедушка начал плести корзинку для Кати. Дело в том, что мы с Константином освоили плетение белорусских корзинок. Мне подарил корзинку, когда было 12 лет, брат в Беларуси. Вот она в серединке стоит. А правую корзинку мы уже с Константином сплели. Остов из можжевеловых прутьев. А плетется она из расщепленных сосновых корней. А вот уже слева маленькая корзинка, это та, которая получилась для Катюши. Вот я ей вручаю, это ее первая собственная корзинка. Ну, естественно, с этой корзинкой нужно сходить в лес. А в лесу уже появились первые мухоморы. И не только мухоморы. Первый белый гриб, найденный Катюшей. Неведомые тропы завели в поисках брусники в глубину леса. И вот первая брусника, которую собрала Катюша. Ну, как всегда, когда брусника собрана, ее надо перебирать. Перебирать бруснику, опять же, садятся все. В том числе, значит, и Саша, и Катюша помогают. Но когда брусника сварена, что остается? Папа должна сварить брусничное варенье. А дальше чай с пенками брусничного варенья. Вкуснейший салат, приготовленный папой. И, конечно, адмиральский час. После леса и трудов так хорошо уснуть на папиных руках. После этого можно поиграть в песок, посидеть на солнышке с мамой, порисовать вместе с подругой Ритой. Или полюбоваться на ладогу, на грибой. Поиграть в кулички с папой. Помыть ножки в ладоге. Посидеть у вечернего костра с папой. Тебе в этом году исполняется Катюше 19 лет. Я хочу подарить тебе этот фильм, как память о твоем первом походе, чтобы ты всегда помнила, значит, те красоты, которым ты прикоснулась в 2005 году, когда тебе было всего лишь три года.